20 фактов об игре престолов. Игра престолов изменила представление миллионов людей о том, как должен выглядеть сериал, снятый в современных реалиях. Масса спецэффектов, продуманный до мелочей сценарий, хорошо подобранный актерский состав и интрига. Благодаря всему этому экранизированная книга стала настолько популярной и востребованной, что двухминутный тизер восьмого сезона на канале HBO посмотрело 25 миллионов человек. И это не единственный факт, который заставляет задуматься о масштабах сериала. Сегодня я расскажу вам несколько интересных фактов об игре престолов, о которых наверняка не знали даже самые преданные фанаты. Дин Чарльз Чепмен исполнил сразу две роли. Изначально актер сыграл второстепенного персонажа, Мартина Ланнистера, сына Кивана Ланнистера, но позже был утвержден на роль Томана Баратеана. Игра престолов является самым крупнобюджетным проектом в истории американского телевидения и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Бюджет первого сезона оценивается в 60 миллионов долларов, бюджет последнего восьмого сезона достиг 90 миллионов долларов. Но даже при таких затратах актеры Игры престолов, не самые высокооплачиваемые актеры сериалов в мире. На первом месте в рейтинге находится весь главный актерский состав теории Большого взрыва. Пылающий меч Берека Дондариона снят без спецэффектов. Все, что мы видим в кадре, происходит без вмешательства компьютерной графики. На самом деле мечей два, первый используют при съемках обычных сцен, а второй при боевых. Внутри обычного меча есть небольшие емкости для газа, а подача искры к этим емкостям происходит с помощью небольшой кнопки на мече. Во втором сделаны вставки из керамического волокна. Его пропитывают специальной смесью и поджигают. Заставку сериала обновляют с каждым новым сезоном. В трехмерную карту добавляют новые земли, помечая их гербом правящей семьи. На обновление титров у команды из десяти человек уходит около трех месяцев. Кстати, создатели заставки удостоились награды ими в категории «Лучший дизайн титров». В 2014 году власти Турции запретили к показу Игру престолов в военных училищах страны. Таким образом, государство решило оградить молодые умы от порнографии, насилия, домогательств и прочих проявлений неприемлемого поведения. В 2012 году из военной академии Стамбула было уволено несколько офицеров. Причиной увольнения стал просмотр сериала «Кадетами с разрешения офицеров». Актер Джек Глисон признался, что для образа исполненного садизма и деспотии Джоффри Баратиона он черпал вдохновение из фильма «Гладиатор». На образ капризного мальчика частично повлиял комод Хаакина Феникса. Джек Глисон уточнил, что заметной чертой, которую он воплотил в роль Джоффри, стала ухмылка комода. Канал HBO назвал Игру престолов наиболее успешным сериалом в своей истории. Каждый эпизод седьмого сезона посмотрело около 25 миллионов человек. Второе место в рейтинге HBO занимает сериал 1999 года «Клан Сопрано». Для актрисы Гвендолин Кристи, исполнившей роль Бриенны Тарт, сложной оказалась сцена борьбы между ее персонажем и Сандером Криганом. Чтобы просто добиться необходимой выносливости для сцены боя, Гвендолин Кристи брала уроки у специалиста по холодному оружию четыре раза в неделю в течение двух месяцев. Чарльз Дэнс, сыгравший роль Тайвина Ланнистера, был настолько впечатлен негативным отношением Лорда к сыну Тириону, что между дублями ему приходилось извиняться перед актером Питером Динклейджем за поведение своего персонажа. Герой Питера Динклейджа, Тирион Ланнистер, появляется в сериале чаще любого другого героя. В общей сложности Питер Динклейдж снялся в 61 эпизоде из 73. В сериале присутствует любовная сцена, в которой зрители впервые увидели актера Кита Харрингтона обнаженным. Это сцена, где Джон Сноу и Гритт находятся в пещере. Но в интервью журналу ГК Кит Харрингтон признался, что ягодицы, которые так усердно обсуждали в социальных сетях, на самом деле принадлежат дублеру. В момент съемок актер сломал лодыжку, поэтому в сценах с крупным планом его заменял один из членов съемочной группы. Актер Джон Брэдли учился мастерству каллиграфии в течение нескольких недель. В сериале нам показали лишь короткий отрывок, где персонаж Брэдли Сэмлил Тарли искусно выводит пером несколько строчек. Посмотреть на это можно в пятой серии седьмого сезона в сцене в библиотеке. Чтобы записать леденящую душу музыку к сценам с белыми ходоками, композитор сериала Рамин Джавади использовал обычные салатницы, сделанные из стекла. Благодаря именно такой посуде удалось достичь зловещего звука. Броня брата-близнеца королевы Джейми Ланнистера выглядит не только реалистично, но также реалистично гремит, как и положено доспехам настоящих рыцарей. Костюм издает настолько сильный шум, что почти все диалоги, записанные во время ходьбы, актер Николай Костер Вальдау переозвучивает в студии. Изначально на роль Дейнери Старгариен была утверждена актриса Тамзин Мерчант, а роль Китилен Старк должна была исполнить Дженнифер Эйль. С этим актерским составом был отснят пилотный эпизод, однако после окончания съемок стало известно, что актрис заменит Эмилия Кларк и Мишель Фрейрли. Игра Престолов является самым скачиваемым на пиратских торрентах сериалом. Все рекорды побил седьмой сезон, ведь пользователи скачали его более одного миллиарда раз. В том числе седьмой сезон Игры Престолов стал самым популярным с рекордными телевизионными рейтингами. С другой стороны, HBO терпели убытки от взломов, утечек и конечно же пиратства. Топографический дизайнер из США создал собственную железнодорожную карту, которая в современной манере разъяснит запутанную местность Семи Королевств. Дизайнер добавил в карту массу отсылок к книге и сериалу. Например, на железнодорожной станции Харрентаун нужно опасаться пыли. Ведь вблизи реставрируют замок Харренхолл, разрушенный 300 лет назад драконом. Свадьба Джоффри и Маргери стала ярким событием четвертого сезона, ведь зрители наконец-то увидели, как Джоффри получил заслуженное наказание. Автор книги Джордж Мартин рассказал, что идеи для создания этих сцен он черпал из истории смерти принца Евстахи IV, сына английского короля Стефана, в 1153 году. Как и Джоффри, Юстас таинственно умер на празднике, скорее всего от яда, хотя некоторые источники утверждают, что наследник короля просто задохнулся. Свадьба Роба Старка и Талисы, которую Джордж Мартин назвал красной, также основана на реальных событиях, но уже из шотландской истории. Актриса Лина Хиди опубликовала совместное фото с Педро Паскалем, сыгравшим роль Аберина Мартелла. На фото Хиди держит руки возле глаз Паскаля, что являлось тонким намеком на смерть его героя. Аберин Мартелл умер в схватке с Григором Криганом, когда тот выколол ему глаза. И вот совсем недавно Мэйси Уильям сдала еще одну подсказку, которая, возможно, касается исхода сериала. Актриса опубликовала фотографию своих кроссовок в краске, напоминающей кровь, подписав снимок, последняя выжившая женщина. Под фотографией оставила свой комментарий Лина Хиди, написав «Королева». И теперь фанаты теряются в догадках, неужели персонаж Мэйси Уильямс, Ария Старк, может занять железный тро. От своих коллег не отстает и Софи Тернер, сыгравшая роль Санса Старк. Актриса сделала памятную татуировку с гербом дома Старков и надписью «Стай выживет». Является ли это еще одним спойлером к окончанию сериала, неизвестно, но снимок татуированной руки породил у фанатов массу теорий. По вашему мнению, популярность «Игры престолов» оправдана или нет? Ведь этот сериал наиболее успешен лишь у канала HBO. А пальма первенства среди всех существующих сериалов кабельного телевидения принадлежит ходячим мертвецам.